Друзья мои, всем привет-привет! С вами Маруся, и у нас продолжение истории «Касаясь льда» от автора Slated D. Ссылка на фанфик находится в описании под видео. Там же находится ссылка на мой второй YouTube-канал со звучками, на мой влоговый канал, а также на канал новостей, где каждый день выходят новости о BTS. Также там есть ссылка на мою страницу Бусти, где огромное количество фанфиков моей озвучки уже выложены, и там же мы с вами встречаемся по вечерам в прямом эфире. Ну а прямо сейчас нас ждет глава третья, и предупреждаю сразу, что на YouTube будет опубликован неполный вариант. Полная версия будет размещена на Бусти, но также хочу обратить ваше внимание, что в описании под видео есть ссылка на фанфик, и вы можете просто пройти и прочитать недостающие абзацы. Ну а мы поехали. Глава третья, и летс гоу. Тэхён влился в разноцветную вереницу машин, уверенно держа рули и играя в шашки. Недовольные водители притормаживали, стараясь избежать столкновения с серым автомобилем, и сердито сигналили вслед. Чону на пассажирском сидении каждый раз драгивал и цеплялся пальцами за ремень безопасности, что плотно перетягивал грудь. «Пора бы привыкнуть», — улыбнулся Тэхён и приоткрыл окно. В салоне стоял слишком резкий запах мужских духов. Два аромата смешались воедино и не давали вздохнуть полной грудью. Спокойная мелодия какой-то попсовой песни, включенной Чону, ласкала уши и прогоняла из головы беспорядочный вихрь мыслей. Тэхён был расслаблен, как никогда. Он предвкушал грядущую пьянку, и даже то, что на нее, возможно, придет новенький, почти не смущало. Спустя некоторое время бесчисленный поток машин изрядно поредел, и они проехали дорожный указатель, оповещающий о выезде за территорию столицы. Небоскребы по бокам сменились гущи деревьев, они почти на месте. Дом Юг Хея находился за чертой города, в частном секторе. Пусть ехать до него не больше двадцати минут, тут царило абсолютное спокойствие в противоположность привычной для Сеула городской суете. Наступил поздний осенний вечер, и солнце почти скрылось за горизонтом. Чону не спеша вылез из машины, поежился на ветру, и Тэхён бегло осмотрел его. Они оба были в светлых джинсах, но, в отличие от друга, Чону предпочел надеть водолазку вместо обычной черной футболки. Тэхён мысленно отметил, что Чону слишком уж принарядился. Уж не для кого-то особенного ли? — Тут классно, — сказал Чону. — Наконец-то свежий воздух. Тэхён вдохнул полной грудью и прикрыл глаза, наслаждаясь запахом хвои. Он не был таким романтиком, как младший, и живописная природа его почти не впечатляла, но именно здесь было по-особенному хорошо. Никакого шума машин и гула прохожих, лишь свежий воздух и отдалённый стрека цикад. Тише да гладь. Идеальное место для такой спокойной личности, как Чону, который восхищался бы каждый день красотой окружающей местности. Но по закону подлости друг жил неподалёку, в самом центре, а Юг-Хэй, которому явно наплевать на все прелести природы, проживал в особняке. Имение семьи Вон было шикарным. Трёхэтажный деревянный дом с панорамными окнами и мансардой. Позади дома виднелся фруктовый сад, и Тэхён искренне опасался, что кому-то взбредёт в голову помочиться под яблоню. Юг-Хэй звал друзей к себе от силы пару раз. Обычно они зависали или в баре, или у Тэхёна. И каждый раз он непроизвольно приоткрывал рот от того, насколько роскошным был дом хоккеиста. Несмотря на большие заработки Тэхёна, он бы всё равно не смог позволить себе такой дом. О том, чтобы попросить помощи у отца, речи, конечно, не идёт. «Интересно, кем работают его родители, что смогли позволить себе этот особняк?» «Или чиновниками, или ворами?» Отшутился Тэхёна и с улыбкой добавил. «Или теми и другими». Помимо машины Тэхёна, у ворот было ещё не менее четырёх иномарок. Среди них был даже чей-то новенький «Лексус». Прибывшие гости медленно стекались внутрь дома, с восторгом заходя в стеклянные двери. Тэхён видел бутылки крепкого спиртного у кого-то в руках и даже заметил, как один парень передал что-то другому. «Спортсмены хреновы!» – подумал он. «И как только у них получается не палиться во время сдачи анализов!» Юхэ, видимо, совсем не заботится, что к нему залезут воры. Тэхёна хмыкнул чуну и вошёл в приветливо открытые ворота. Тэхён промолчал и, заходя вслед за другом, всё-таки приоткрыл железную дверь. Слева от особняка находился большой бассейн, подсвечиваемый круглыми лампочками. В нём ещё никто не купался, но Тэхён был уверен, что это ненадолго. Внутри дом выглядел так же дорого. Большая люстра, красивый паркет из тёмного дерева и много свободного пространства. Как раз для вечеринок. Юхэ сидел в центре на большом кожаном диване, а на коленях у него умастилась слегка захмелевшая мейон. Видимо, фигуристка приехала раньше остальных, ведь от заявленного начала прошло всего минут десять. Девушка хихикала, когда Юхэй шептал ей что-то на ухо и убирала широкую ладонь подальше от внутренней стороны бедра. Но скорее не сопротивляйся, а наоборот, подстёгиваясь, делай так и ещё раз. Рядом с ними сидели двое хоккеистов, и угрюмый Дан Мин, самый младший среди всех. Бывшему партнёру Мейон было всего девятнадцать. Даже Чон Гук, который, как Тэхён узнал о Чону, всего на год старше Дан Мина, не казался столь юным на его фоне. Быстро он, указывая подбородком в сторону Юхэя, хмыкнул Тэхён. Я чего-то думал, что Мейон принципиальнее будет. Ага, только и ответил Чону. Взгляд вона наткнулся на друзей, и нахальная улыбка на губах слегка дрогнула. Тэхён не придал этому значения. Спустя пару минут подошли и остальные. Только вот ни Сайон, ни Чон Гука он не видел, оттого и волновался. Чону покинул его компанию в первые же секунды после встречи с Юхэем. Затерялся среди остальных фигуристов, и Тэхён заметил, как Мин Хо шёл след за ним. — А я тебя ищу везде! — послышался звонкий голос, и Тэхён хмуро развернулся. — Эй, ты чего? Сайон, по правде говоря, выглядела сногсшибательно. Чёрные пряди были убраны за уши, на губах переливался розовый блеск, а короткое атласное платье отлично сидело на стройной фигуре. — Тэхён пошутил бы, что оно походит на ночную сорочку, если бы не маленькая грудь, не поддерживаемая лифчиком и слегка виднеющаяся из-под изумрудной ткани. Ким отвесил себе мысленную пощёчину. Он не мог так просто повестись на красоту Сайон, когда та предала его просьбу. Они ведь так и не поговорили об этом. — Я же сказал, что сам приглашу его, — сходу начал Тэхён. А Сайон удивлённо вздрогнула, но в ту же секунду на её губах расцвела улыбка. — Разница! — отмахнул Исчён. — Ну, главное, что он пришёл. Тэхён моментально насторожился. — Хм, всё-таки пришёл. Тэхён вытянулся и обвёл взглядом весь зал, но дебильного хвостика не заметил. Лишь глупые пьяные лица и громкий хохот, отскакивающий от стен. Он даже не сразу заметил громко играющую музыку, под которую уже танцевали в дальнем углу две фигуристки. — Он пьёт с остальными на кухне, — подсказал Исайон. — Пойдём тоже выпьём. Тэхёна не надеялся, что Ченгук из тех ангелочков, которые ни разу в жизни не пробовали алкоголь. Однако то, что тот пьёт среди шумных развязных хоккеистов, слегка удивило. И всё-таки начал Тэхён, когда они остановились около двери, ведущей на кухню. Почему-то решила его позвать. — Ну, захотела позвать, но что не так-то? — искренне не понимала Сайон. — Думаю, это возымело эффекты, поэтому он здесь. — Он тебе понравился? — в лоб спросил Тэхён. Сайон проигнорировала вопрос и первая вошла на кухню, тут же вливаясь в центр всеобщей пьянки. Её молчание было красноречивее всякого ответа, и Тэхён заскрепел зубами от злости. — Почему какой-то салага сумел всё испортить своим появлением? — Отнимал славу, любопытные взгляды и даже, чёрт возьми, девчонку, за которой Тэхён бегал уже очень давно. — Пей, пей, пей! — сканировала толпа. Тэхён заметил его не сразу и искривил губы. Волосы были распущены, но оказались не такими длинными, как представлял себе Ким. Одет Ченгук был в такие же обычные джинсы и бордовую водолазку, плотно обтягивающую мышцы. Он соревновался с Чаном, широкоплечим защитником, на то, кто быстрее выпьет все десять рюмок залпом. И каково удивление, Ченгук выиграл, почти не щурясь, словно пил обычную воду, только в рюмках. Тэхён даже понюхал одну из них. Пахло спиртным. — Не доверяешь? — ухо обожгло горячее дыхание. — Нет. — не глядя отрезал Тэхёна и опустил рюмку на место. Так как же жалко он, наверное, сейчас выглядел. Голос Ченгука оставался спокойным, как и сегодня утром. Но Тэхён услышал в нем что-то насмешливое и еле сдержался, чтобы не врезать ему прямо здесь при всех. Неспокойное нутро срочно требовало алкоголя. Он уже не пытался вести себя мило с новичком. Внутри вновь все закипало. Тэхён принялся наполнять ряд рюмок новой порцией спиртного. Ченгук непозволительно приблизился к нему и, кажется, совсем не смущался этого. Ким отпрянул и нервно повел плечом. От чужого тела исходило тепло, отчего становилось немыслимо жарко. — Хочешь посоревноваться? — с улыбкой спросил Ченгук. И Тэхён не был уверен, что тот говорил про эти несчастные рюмки. — Не думаю, что ты оселишь еще один раунд, — с вызовом ответил Ким. Тэхён собственными глазами видел, как Ченгук опрокидывал в себя эти десять рюмок Соджу. Любой бы уже опьянел от такого количества алкоголя в крови. Однако Чен выглядел как обычно. Ледяной, но ясный взгляд, усмешка на губах и гордо расправленные плечи. Все оставалось при нем. — У меня хорошая устойчивость к алкоголю. Ченгук словно читал мысли Тэхёна. Или же немой вопрос попросту застыл на его лице. Салага встал напротив и сложил руки на груди. И теперь их разделял невысокий стол. Широкоплечие парни тут же заулюлюкали и начали стучать ладонями по деревянной поверхности. Маленькая на их фоне Сайона дарила Тэхёна нежной улыбкой, но он уже заранее знал, за кого она болела. Чёртов Ченгук! На счет три они взялись за первую рюмку и начали по очереди опрокидывать их в себя. Уже на четвертый Тэхён чуть не выблевал все обратно. Он сглотнул мерзкий ком, застрявший в горле, и с ужасом заметил, что Чен опережает его на одну рюмку. Медлить Тэхён не стал. Ухватился сразу за две и опрокинул их в себя чуть ли не одновременно. Кто-то одобрительно хлопал по спине, а Ченгук лишь красноречиво улыбнулся. Тэхён оказался быстрее всего на пару секунд, и ту последнюю рюмку он выпивал, согнувшись три погибели. Когда их места заняли другие парни, Ченгук вновь приблизился к Тэхёну, привалившемуся к холодильнику. Он протянул Киму ладони и вскинул подбородок. «Поздравляю победителя!» Да Ченгук словно издевался над ним! Но Тэхён чувствовал себя паршиво. Да никакой он не победитель. Пусть он и выпил все десять рюмок на мгновение раньше, сейчас его по-настоящему мутило. Ченгук почти не изменился после двадцати рюмок, и то, что он вообще пил, выдавало лишь расслабленная поза и слегка прищуренные глаза. Обычно люди так выглядят после банки пива, но никак не после Соджа. Тэхён попытался отмахнуться, но Ченгук перехватил его ладони, соединился своей, имитируя рукопожатие. Ким не нашел сил на сопротивление. Выглядело так, словно они поменялись местами. Сейчас Чен показывал напускное дружелюбие, как это делал с утра Тэхён. Этакая игра в зеркало. И Ким не знал, делал ли это Ченгук специально. Но одно Тэхён понять успел. Салага оказался не так прост. Неужели хотел спровоцировать его на людях? Тогда надо отдать должное. У него неплохо получалось. Тэхён оттолкнулся от холодной дверцы холодильника и быстро выскочил с кухни, пока все были увлечены с Айон, которая соревновалась с поддающимся ей Саджином. Туалет на первом этаже, к удивлению, был свободен. Для надежности он, заперся изнутри, и упал на колени перед унитазом. Блевать пока что не хотелось, но если этого не сделать, станет только хуже. Нажав кончиками пальцев на основании языка, Тэхён попытался вызвать рвотные позывы, и у него получилось. Весь алкоголь вышел наружу. Сплюнув, Ким нажал на смыв и подошел к раковине. Видок у него был не из лучших. Лицо бледное, лоб вспотел, взгляд мутный. Тэхён набрал ладони ледяной воды и умылся. Лучше не стало, но сознание на секунду прояснилось. Снаружи слышалась приглушенная музыка, и выходить из безлюдного помещения не хотелось. Когда Ким полоскал рот каким-то ядрёным мятным средством, послышался настойчивый стук в дверь. Тэхён вздрогнул и, последний раз, глянув на себя в зеркало, наконец открыл. Оттолкнув его с пути, внутрь влетел растрёпанный Дан Мин, который ещё недавно сидел возле Юг Хэя и Мион и принялся блевать в унитаз. Что-то пролетело мимо, на пол, и Тэхён скривился. Неужели за такое короткое время парень напился так сильно, что не смог дойти до туалета на другом этаже? Хотя не Тэхёна его судить. — О, Боже! — выдохнул он и прикрыл дверь за собой. Ким хотел отдохнуть всего пару минут, поэтому побрёл закрытую комнату напротив. Там, насколько он помнил, была спальня для гостей. Таких было ещё как минимум пять на других этажах, словно это не дом, а гостиница. Настоящий рай для парочек, решивших уединиться. Тэхён, открывая дверь, предполагал, что именно на таких и наткнётся, но никак не ожидал увидеть друга. А именно Чуну, шею которого старательно выцеловывал Минхо. Тот был прижат к матрасу чужим телом, а руки зафиксированы над головой. Выглядело так, словно Минхо силой держал Чуну. Но только слепой дурак мог сказать бы, что тот против. Наоборот, он крепко сцепил ноги за спиной Ли. Почему-то Йон стоял на пороге и никак не мог сдвинуться с места, словно старый извращуга, наблюдающий за переодевающимися девчонками. Парни его не заметили, слишком увлеклись. Когда Минхо потянул рукой к ширинке, Тэхёну всё-таки отпрянул и бесшумно прикрыл дверь. Что там? Возник перед ним недовольный Югхэй. Кустистые брови были сведены у переносицы, а пальцы сжимали пластиковый ярко-красный стаканчик. Неужели догадался, что на его кроватях прямо сейчас будет происходить то? Тэхёну почему-то стало очень важно защитить друга от всклокоченного Югхэя. Там Дан Мин ему, походу, очень хреново, спокойно солгал Ким. — Да что ты мне заливаешь? — взбесился хоккеист. — Я собственными глазами видел, как Чуну и Минхо туда зашли. Тэхён перекрыл с собой дверь. Сложил руки на груди и принял расслабленный вид. Но он ясно дал понять другу, что таится за этим напускным спокойствием. В обычной ситуации это сработало бы, но сейчас Югхэй не был готов сгладить возможный конфликт. — Не дай бог, я завтра увижу на нем хоть один синяк! — бросил Тэхён вслед хоккеисту, вломившемуся в спальню. И последнее, что успел увидеть Тэхён, — это отпрянувших друг от друга парней и побледневшее лицо Чуну. Перед носом Кима захлопнулась дверь и послышалась громкая брань. Походу, другу и вправду не стоило приходить. Защитить его Тэхён был не в состоянии, поэтому вернулся в гостиную, центр веселья, и плюхнулся на диван. К нему тут же подбежала Хёна, отпихнув Еин, другую фигуристку со своего пути. Не церемония светловолосая плюхнулась Тэхёна на колени, чуть не разлив пиво, которое держала в руке. — Привет! — промурлыкала она и поерзала на месте. — А я потеряла тебя из виду. Тэхён не обращал внимания на девушку, но спихнуть с колен не потрудился. Та открыто терлась о него, но Кима это почти не возбуждала. Короткие волосы девушки лезли в лицо, и Тэхён аккуратно убрал их за маленькое ухо. — Я скучала. Хёна гладила его по волосам, и это слегка успокаивало. Тэхён хотел было прикрыть глаза, но тут в поле зрения появились две фигуры. Они затерялись среди танцующей толпы, поэтому Ким вытянул шею, чтобы лучше видеть. Там в гуще дрыгающихся липких тел были Чонгук и Сайон. Они танцевали в такт музыки и ярко улыбались друг другу. Тэхён инстинктивно сжал бедро Хёны, и та слегка пискнула. Чонгук, что стоял к нему лицом, наконец поймал его взгляд, и улыбка сменилась на кривую усмешку. Он взял Сайон за талию и провёл ладонями выше, оглаживая открытую спину. Подруга быстро прильнула к его груди, и тогда Чонгук повёл кончиками пальцев ниже. — А он хорош! — Хёна проследила за взглядом Тэхёна и хмыкнула. — Так быстро Сайон никто не уламывал! Или она так сильно изголодалась по... Задуманная она не договорила, Ким притянула её за шею и буквально вгрызся в пухлые губы. Девушка застонала и перекинула ногу через него, полностью поворачиваясь. Её прикрытые веки дрожали, но Тэхён даже не смотрел на неё. Его взгляд был устремлён на Чонгук, а что смотрел в ответ. — Это было очередное соревнование. — Только в чём? — Как хорошо, что Сайон стояла к нему спиной. Чонгук касался её хоть и не целомудренно, но уважительно. Ниже поясницы его руки не опускались. Отчего-то Ким устал и совестно. Хёна, что переключилась на его шею, готова была прямо здесь заняться с ним сексом. Наконец Чонгук шепнул, что ты Сайон и та куда-то удалилась, вероятно, за напитками. — Тэхён тоже решил, что пора прекращать, но прогнать Хёну без особого повода не мог. — Послушай, иди в какую-нибудь комнату на втором этаже. — Да, возможно, это неправильно, но лучшего варианта, как избавиться от фигуристки, было не найти. — И жди меня там, договорились? Хёна просияла и, поцеловав Тэхёна напоследок, ускакала вверх по лестнице. Она даже не догадывалась, что Ким не собирался идти к ней. Видимо, даже не почувствовала, что Тэхён никак не возбудился от её прикосновений. Был ли всему виной алкоголь, он не знал. Вдруг из комнаты выскочил Минхо с расстёгнутой ширинкой, с которой он пытался справиться на ходу одной рукой. Другой же держался за разбитый, а может, и сломанный нос. Кровь была на его лице и в футболке. Некоторые обеспокоенно подошли к нему, предлагая помощь. Юг Хэя и Чону, видно, не было. И Тэхён серьёзно переживал, что теперь хоккеист избивает и друга. Но какая-то неведомая сила приковала его к чёртовому дивану и не давала прийти на помощь Чону. Наверное, этой силой был взгляд салаги, который ни на секунду не отрывался от него. Через минуту зрительного контакта он, наконец, сдвинулся прямо к нему. Тэхён горделиво расправил плечи, стараясь не выдать своего опьянения и не проиграть на фоне статной фигуры Чонгука. Утомляет, верно? Он встал позади и сложил руки на спинке дивана. Тэхён, не поворачиваясь, смотрел вдаль, но ничего не видел. Горячее дыхание обжигало ухо, но отмахнуться от него не хотелось. Пойду отдохну на третьем этаже. Чонгук говорил почти шепотом. Слова едва можно было различить. Чуть погодя он задумчиво добавил. Это я на случай? Ну, если Сайон будет спрашивать. Мог бы и сам ей сказать. Запоздало подумал Тэхён и ухватился за бутылку пива, оставленную Хёной. Плевать, чем чревато понижение градуса. Чонгук бросил ему очередной вызов? И в чем же сейчас они будут соревноваться? Возможно, это отличный способ дать ему по роже без свидетелей. Тэхён сам не понял, как оказался на третьем этаже. Тут никого не было. Возможно, остальные так сильно упились, что были не в состоянии унести свои ноги выше второго этажа. Свет в коридоре тоже не горел, поэтому Тэхён искал нужную дверь на ощупь. Здесь располагалось четыре комнаты, и найти Чонгука вышло лишь со второй попытки. В комнате тускло горел прикроватный светильник. Этого было достаточно, чтобы разглядеть Чонгука, прислонившегося плечом к стене. Он выглядел так, словно знал, что Тэхён придет за ним, и это бесило. Ким хотел выйти прочь, но тогда это выглядело бы еще глупее. Что он там хотел сделать? Набить наглую рожу? Тогда почему сейчас стоит, как истукан, и совсем не хочет бить его? — Ты не похож на Сайон, — прозвучала она смешливо. — Ну да, это точно вызов. — А ты ее и не ждал, — ответил Тэхён, но с места так и не сдвинулся. И вправду. И снова эта усмешка, которую так и хотелось стереть самодовольного лица. Тэхён удивился. Чонгук даже не стал увиливать и оправдываться. — А кого тогда ждал? — Его? — А может, сам хотел избить Тэхёна? Тогда пусть нападает, Ким уж точно даст сдачи. И Чонгук напал. Он резко оторвался от стены, толкнул Тэхён к двери и потянулся за его спину. Щелкнул замок. Чонгук закрыл дверь. В голове пронеслись воспоминания о Чону и Минхо. А если бы они только додумались закрыть дверь? И почему в пьяную голову лезет столько мыслей? Тэхён хотел пнуть Чонгука, но понял, что тот его не бьет, вообще не трогает, лишь держит руку на двери и смотрит в упор. О, боже, он пытается загнать его в угол? Тэхён заметил, что здесь вообще не слышно музыку с первого этажа. Идеальное место для отдыха и уединения, но точно не для драки. А Тэхён же для этого сюда пришел, верно? Понижение градуса дало о себе знать, и он дичайше тупит. А Чонгук, кажется, снова над ним смеется. — Я тебя ненавижу, — сощурившись, решительно выплюнул Тэхён. Наверное, это странно слышать от человека, который еще утром лебезил перед ним и радушно звал на вечеринку, но удивление на лице Чонгука никак не проявилось. — О, это довольно сильное чувство, — покивал он и нагнулся к уху. Такое же сильное, как гнев, ревность, зависть, а еще любовь и страсть. Тэхёну показалось, что на последних словах голос Чонгука сделался значительно ниже. — И знаешь, в чем прелесть человеческих чувств? Все это можно испытать одновременно. — Нет, ни черта не показалось. Голос стал грубее, и в речи появился янный пусанский акцент. Тэхён подумал, что они говорят на разных языках. Он-то пришел бить Чонгука, а тот затирает ему про какую-то страсть. Ким не хотел признаваться самому себе, что эту страсть он все-таки почувствовал. Она сгущала воздух между ними и становилось невозможно дышать. — Не понимаю, — пролепетал Тэхён. — Абсолютная ложь, все он понимал. Даже больше, чем должен понимать пьяный стельку человек. — Я говорю о том, что можно испытывать ненависть и страсть одновременно. Это такое распространенное явление. Тэхён кивнул и сглотнул ком, вставший поперек горла. Слова кончились. Кажется, Чонгук опять выиграл. Чонгук притиснулся ближе. Между ними не осталось и миллиметра. Тэхён чувствовал тяжело вздымающуюся грудь Чонгука, и все это точно не было похоже на драку. Чонг дышал ему в щеку и терся носом о скулу, а его рука переместилась на поясницу. Тэхён стоял руки по швам, точь-в-точь, коловянный солдатик, а сознание ситуации накрывало медленно. Чонгук вцепился в его футболку и рывком выправил ее из джинсов. Залез по ткани и погладил напряженную спину подушечками пальцев. Совсем невесомо и нежно. Вот что чувствовала Сайон, когда прижималась Чонгук. Непонятный трепет и мурашки по всему телу. Звучало забито, но, к сожалению, было правдой. Тэхён не хотел думать о Сайон, потому что думать вообще о чем-то, кроме горячего дыхания на лице, не получалось. Хотелось спросить Чона, что он делает, но это было понятно и без слов. Гладит Тэхёна под футболкой и спускается губами к его шее. Вот что он делает. Влажный язык коснулся нежной кожи и ким удивленно охнул. Чонгук принял это на свой счет и провел кончиком языка до самого подбородка. Еще недавно тут его целовала Хёна, которая, наверное, заждалась на втором этаже. Но тогда Тэхён ничего не чувствовал, а сейчас чувствует. То самое, о чем говорил Чонгук. Ненависть и страсть одновременно. Когда Тэхёна наконец дошло, что он стоит почти в потемках со своим почти врагом и позволяет ему целовать свою шею, его накрыла легкая паника. Он резко отодвинул Чонгука и чуть не взвыл от вида его растрепанных волос и слегка покрасневших щек. — Что? — только и смог произнести Тэхён. — Ким, если честно, даже и не знал, что собирается сказать. Но он должен был остановить это безумие, происходящее прямо сейчас. Так а если их ищут? Они пропали вдвоем. Вдруг это навлечет подозрения? — Тэхён криво усмехнулся. — Нет, никто не может и подумать, что они с Чонгуком будут обжиматься в комнате. Он и сам не мог такое предположить. — Ты в любой момент можешь сказать мне «нет», — расслабленно ответил Чон. — Одно твое «нет», и я все прекращу. Тэхён открыл рот, чтобы твердо ответить ему, но так и застыл. Чонгук скинул бровь. — Если хочешь уйти, он снова пододвинулся и отпер дверь, то я не буду держать тебя силой. Тэхён резко развернулся и положил ладонь на ручку. Всего-то стоило дернуть за нее и убежать прочь от всего этого. Уйти в другую спальню и проспаться там, а может и вовсе вызвать такси до дома. Неплохой вариант. Юхэй бы привез его машину на следующий день. Почему же тогда рука на дверной ручке подрагивала? — Снова послышался щелчок. Теперь Тэхён закрыл дверь изнутри. — Это значит да? — Это значит заткнись, ради бога! — огрызнулся Тэхён. Он неожиданно для самого себя притянул Чонгук и заводолазку ближе, но тот резко уперся ладонями в дверь. — Это значит да? — повторил он настойчивее, а на лице впервые не играла усмешка. Тэхён нахмурился и посмотрел в стеклянные глаза напротив. Ему было бы гораздо проще, если бы его согласие на все происходящее висело бы в воздухе, если бы только не было нужды говорить слух. Тэхён испытывал внутренний конфликт. Чонгук терпеливо ждал. Кима настигло чудовищное сознание. Чон делал все осознанно. Он знал, что Тэхён придет, и знал, что именно будет с ним делать. Списать все на алкоголь не получится. — Да, — сдался Тэхён. — Почему ты так смотришь? — пробубнил Тэхён, не отводя глаз от салаги, что тщательно изучал его взглядом. — Запоминаю момент, — усмехнулся Чонгук. — Потому что завтра мы будем делать вид, что ничего не было. И попал в точку. А на сегодня это всё, мои прекрасные. Продолжение следует... Ты напоминаешь, что на Ютубе это сокращенная версия, а полная версия прямо сейчас уже доступна на Boosty. Стылка в описании под видео. С вами была Маруся, и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok